Всем добрый день и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы присутствуем в гостях у моей сестры Светланы и нашему вниманию предстали ее куклы, которые она изготавливает, одевает сама. Это куклы с секретом и коллекционные куклы также входят в эту, теперь пока что еще коллекцию, но она у нее остается ненадолго, так как уже неоднократно мне хотелось снять на видео ее кукол, но не удается, так как она успевает их продать. И теперь нашему вниманию предстали вот такие куклы. В чем заключается секрет кукол? А в том, что это куклы-шкатулки. Вот давайте мы с вами посмотрим, вот такую куклу поближе. Она предназначается... В подарок, да? Подарочная куколка. Вот это сама она, ей придумали уже логотип, и уже более продвинута куклы продаются вместе с бирочками, что ли, вот с такими семенными бирочками. Кукла идет... Как открывать? Куколка-шкатулочка, вот, то есть на два отделения. Вот эта конкретно шкатулочка здесь, что можно хранить, золото, бижутерию, да. Есть еще следующая шкатулка, задуманная уже под колечки будет сделана, то есть немножко уже совершенствовать буду. Пробовала, думала, круглая, трудно будет сделать, но, тем не менее, вот, получилась вот такая вот у меня кукла-шкатулка. Шляпка тоже шляпка, ручной работы. Сплетена, сама плела ей. Сплетена она из мулине, и одета, как бы, на форму изначально была. Зонтик тоже, зонтик этот не раскрывающийся, то есть он идет как атрибут. Ну, и зонтик еще немного... Немножко ручка у меня еще не додела, но задумываю ручку еще. То есть она практически готова, но осталось сделать ручку. Так. А так зонты можно показать, вот, 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 зонти. Просто про зонты заговорили, то, опять же, Марина, можно это делать. Сейчас еще зонт покажем. То есть вот эта вот заготовочка зонта, вот такого плана, то есть она делается вот... То есть здесь картон, и на основу картона наносится клей, а уже затем, вот, бечевка. Шпагат, да. Бечевка или шпагат, как она называется, это вот. То есть это стиль японский, больше, ближе, но это еще, как бы, только у самой мастер-класса у меня идет. Это Светлана усовершенствует свои навыки и пытается внедрить какие-то новшества, новые техники в свой вид деятельности, в изготовлении кукол и атрибутов для них. Да, очень бы хотелось, чтобы атрибутика тоже вся была ручной работой. Еще в дальнейшем я планирую еще и бижутерию самой, как бы для кукол и изготовлять самой бижутерию. Вот это кукла. Вот это княгиня 17 век. То есть воспроизведение костюма княгиня 17 века. Это коллекционная. Это не шкатулка. Да, это коллекционная кукла. Еще одна тоже коллекционная кукла. Это то, что у меня осталось. У меня их было 10 штук. То есть осталось две. Я их, в принципе, только себе их оставила. Даже платки. Княгиня Морозова. Ой, княгиня. Бояриня Морозова. Даже платок. Вот он. Та часть его, как бы, вот. Ну, воспроизведение полностью костюма. То есть мне бы в дальнейшем также хотелось бы воспроизвести полностью историю моды, начиная с эпохи Возрождения. Я сейчас даже приобретаю журнал, который вот ее диагностине. Это вот тоже, да, шкатулка? Да, это шкатулочка. Можно тоже показать. Так, ничего страшного. Ничего, надо его убрать. Угу. Угу. Это шкатулочка. Здесь тоже шкатулочка. Как бы... Ну, вот так. Вот. Это немножечко попроще, потому что сама заготовочка, она небольшая. И ее делить на какие-то... Все вот аккуратненько, все идеально сделано. Очень шикарные куклы. Цыганка. Цыганка Кармен. Вот тоже это вот одна из первых кукол у меня. Кармен. Как мне до нее дотянуться? Я попаду в кадре, лучше не надо. Я в домашнем. Так что вот это Кармен. Вот Кармен. Замечательная, вообще шикарная кукла. Вот у нее здесь. Она идет. Вот она какая. Все настолько аккуратно, что не стыдно показать такую вот выполненную куклу. У нас все ручная работа. Здесь я даже вообще еще оверлок не использовала. Это самая одна из первых кукол, которых у меня осталось буквально единицы. Сейчас я хочу подключить вот оверлок, потому что некоторые ткани, они осыпаются, и не все можно обжигать. Поэтому вот использую. Ну вот такие отличнейшие работы. Ага, мусульманка. Мне очень нравится. Это заказ. Да, это на заказ сделано. Она немножечко еще не доделала у меня. Я не знаю даже, насколько видно. Вот. Она тоже шкатулочкой. Как бы шкатулка... Она не снимается совсем? Совсем не снимается. А вот так вот. То есть ее можно приподнять. Вот она, видите, шкатулка. Тоже она большая, но она вот в таком плане. Вот видно ее, да? Все, вот даже поднимаешь подол и все настолько аккуратно обработано. Все тесемочкой нигде ничего нету. Никаких оплошностей. Все вообще в идеале. Очень шикарные работы. Ну, это, конечно, вот эти две, да? Еще немного ждут. Да, там немного деталей доделать мне надо буквально. Здесь надо еще вуалька у меня приготовленную, как бы сделать. И косички там дома надо вести. А там ручку надо к зонтику еще. Тоже задумка есть у меня. И вот здесь шляпка. Вот эта шляпка тоже. А это полная поручная работа. Ну, это кукла еще. Да, она у меня в заготовке. Вообще в начальной стадии заготовки. Даже тоже вот шляпка. Такой вид изготовлен. Будет украшена тоже она. Здесь будет золотой оттенок. Использоваться так, как на ткани. Которая на юбке у нее. Вот тоже здесь. Ну, здесь еще ничего не доделано. Так что она... Здесь тоже оно потом... Да, там будет и под колечки доделать. Внутри там все. Вот она не доделано. Сейчас мы можем посмотреть ее в таком, в черновом варианте. Здесь шкатулка будет... Да, будет разграничена она на две части. С одной стороны будет под колечки. И с другой стороны будет... Вот. То есть она... Здесь сверху будет... А, здесь вот соединяется... Да, здесь шкатулочка. И вот... И сверху подол. Сверху будет еще шифон у нее. с позолотой такой, немножечко прикрытой. Как бы сзади будет. Такой с вуалькой. Ой, не с вуалькой, а как он называется-то? Что-то что-нибудь рассказать. С органзой. Со шлейфом. Со шлейфом, господи. Ну вот, такие работы сегодня предстали нашему взору. Всем спасибо за внимание. Если будут вопросы, можете задавать. Внизу могу дать ссылочку Светланы. И можете напрямую задавать вопросы ей, если кого-то что-то заинтересует. Ну, а вам спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх, если вам понравились работы моей сестры. И всем до новой встречи. Пока-пока.